В эфире рубрика интервью и сегодня мы пригласили к разговору заместителя министра образования республики Хакасия Юрия Сагалакова. Здравствуйте, Юрий Гаврилович. Здравствуйте. Юрий Гаврилович, ну скажите, как у нас в регионе обстоят дела с изучением хакасского языка? Сколько на сегодняшний день людей желают изучать или изучают хакасский язык? Ну, в последнее время у нас есть тенденция к тому, что изучение хакасского языка, то есть государство обращает внимание, и если ребятишкам посмотреть, то у нас получается изучает 6771 ребенок детей хакасской национальности, это составляет 76,7%, по сравнению с прошлым учебным годом это на 2,5% больше. И мы говорим о том, что тенденция к увеличению детей есть, это хороший момент для нас. Если сравнить с 2010 годом, это получается чуть ли не на 8% увеличение. Вот эта тенденция у нас в республике есть. Но это касается только каких-то национальных образовательных учреждений или общеобразовательные школы тоже? Это касается всех общеобразовательных организаций, где учатся или посещают дети хакасской национальности. Именно вот этот процент, это дети хакасской национальности. Но они же есть и в общеобразовательных школах? Да, в общеобразовательных школах, да. И там тоже вводится хакасский язык? Да, вводится хакасский язык, не только где у нас национальные школы, да, мы говорим, те, где дети, например, города Абакань, например, привезти 22-ю школу, 1-ю школу, 24-ю школу, значит, где изучают хакасский язык. Как обязательный предмет или как факультатив он идет? Значит, есть школа, которая изучается обязательно, в которой учебном плане прописаны часы, есть факультет дневное изучение, есть как в виде кружка вот этих некоторых образовательных организаций. А что касается детских садов? Детских садов тоже последние 2-3 года есть тенденция увеличения количества детей коренной национальности. Если говорить, то, значит, в этом году 3300 детей, которые посещают дошкольные организации, дети коренной национальности, изучают хакасский язык. Это 68%. И мы отмечаем этот рост, хороший рост в городе Абакань, что практически во всех детских садах есть кружки по изучению хакасского языка, культуры, есть тенденция районов. Поэтому это есть такая тенденция роста дошкольников. А взрослое население у нас желает изучать хакасский язык? Да, вот и по взрослым хочу сказать, что у нас есть в городе Абакань есть хорошая практика, это работа воскресных школ. Например, работа воскресных школ в национальной гимназии в воскресенье. Это 22-я школа есть, это когда дети вместе со взрослыми, своими родителями посещают вот эти школы, где изучают хакасский язык, проводят совместные мероприятия по культуре, традициям хакасского народа. И есть у нас еще тенденция такая, что молодые семьи, которые не знают своего языка, хотят изучать. Поэтому есть гранты, которые государство поддерживает, разные гранты. Вот был у нас в Абакане грант Чапсахчох, наверное, видели, это изучение основных слов по общению на хакасском языке. Вот пока такая есть у нас поддержка со стороны государства и есть мотивация именно взрослых людей изучать свой язык. Ну а насколько рассчитан образовательный курс, то есть минимальное количество времени, за которое можно более-менее освоить хакасский язык? Ну здесь можно изучить по-разному, может за год изучить, можно за два, за три года. Но самые основные слова, я думаю, что за учебный год можно изучить. Там поздороваться, значит, еще какие-то основные слова, там хлеб, там, да, значит, еще какие-то основные слова. Я думаю, что за год можно основные слова изучить. Ну а педагогический состав? У нас учителей достаточно хакасского языка? Значит, у нас на сегодняшний день укомплектованность учителям хакасского языка 100%. Всего работают у нас 270 учителей хакасского языка и литературы. Они высокопрофессиональные педагоги. Значит, в этом плане у нас государством доплата идет 15% к должностному окладу учителям хакасского языка, которые преподают хакасский язык, и воспитателям дошкольных образовательных организаций тоже такая доплата идет, когда они ведут кружки по изучению хакасского языка. Это хорошее, я думаю, подспорье для наших педагогов, чтобы наши дети знали свой язык. А где у нас готовят таких педагогов? У нас готовят, это хакасский государственный университет, и хотел бы здесь отметить, что у нас селевая подготовка идет наших студентов, значит, и они получают распоряжением правительства доплату, вот эти селевики, так мы говорим, 2000 рублей, каждый месяц они получают доплату. И первый выпуск, это 31 студент у нас получает стипендия, и первый выпуск будет в 2017 году. Это уже наши молодые специалисты, да, которые непосредственно пойдут в общеобразовательные организации. Но если вы говорите, что на сегодняшний день укомплектованность 100% для них будет работать для этих выпускников? Значит, это целевая подготовка, это были заявки образовательных организаций, муниципалитетов, они специально готовят эти кадры, да, так как мы знаем, что в некоторых общеобразовательных организациях работают еще учителя пенсионного фонда возраста, поэтому это, я думаю, что так планомерно будет смена кадров. Ну а что касается учебников методической литературы, достаточно? Ну, начиная с 2011 по 2015 годы, да, у нас издано 19 наименований учебников, значит, 36 учебных методических дидактических пособий, это всего получается 19 тысяч вот этих пособий, да, как бы. И что хочу отметить, что у нас все учебники, значит, прошли перечень федеральных учебников Российской Федерации, это очень важный момент, это в прошлом году у нас 5-9 классы вошли, федеральные перечни учебников. То есть республик, это три республики, республика Хакасия, республика Татарстан и республика Саха-Якутия. И поэтому вот с 1 по 4 у нас в 2013 году мы вошли в федеральный перечень учебников, а в 2014 году 5-9 класс. У нас сейчас идет работа над подготовкой учебников 10-11 класса, да, Хакасский язык и Хакасская литература, то есть тогда у нас целая линия будет закрыта. На сегодняшний день у нас с учебниками обеспечено 100%, то есть новые, красивые учебники, которые соответствуют санитарным нормам, федеральным государственным стандартам. Поэтому в этом отношении я думаю, что мы в очень хорошем счету на уровне Российской Федерации. И все они также выдаются бесплатно в школе, да? Да, бесплатно, конечно, обязательно. И методическое пособие, и учебники бесплатно, да. А кто работает над их составлением? У нас работают авторские коллективы республики, это преподаватели Хакасского государственного университета, это преподаватели нашего Хакасского научно-исследовательского института языка и литературы. Значит, это, значит, Хакасский институт развития и повышения квалификации, вот такие, и Хакасская книжная издательство тоже там, как бы, непосредственно тоже участвует в этом процессе. То есть работа продолжается? Работа продолжается, то есть это будет, она должна всегда идти. Значит, мы не должны останавливаться на месте и двигаться надо вперед. Жизнь идет, меняется, да, развивается, информационные технологии развиваются. И поэтому здесь требование было к учебникам, что электронные учебники должны быть. Поэтому в этом, в прошлом году тоже над этим работали. Поэтому требования, не только бумажный вариант учебник, да, а электронный, и сопровождение электронного учебника, то обязательно должно быть. Видите, вот поэтому жизнь не стоит, идет, поэтому мы работаем в этом плане. Но помимо учебной литературы, еще есть художественная литература на родном языке, а выпускники это дело дорогостоящее? Как у нас с этим дела? Литература у нас занимается Министерство культуры, это союз писателей, как бы в этом плане. А мы вот именно для общеобразовательных учебных пословий вот это, выпускаем еще вот эти два журнала. Ну а как еще, кроме вот журналов художественной какой-то литературы, поддерживаете интерес к национальному языку культуре? Значит, у нас много разных мероприятий, значит, совместных мероприятий Совета Старейшин, Лига Хакасских Женалтанай, Общественное движение Минетеле. То есть разные мероприятия мы проводим, это и юные тахпахчи, значит, конкурсы чтецов, значит, потом олимпиады проводим, именно республиканская олимпиада называется, значит, олимпиада по хакасским языкам и литературе, где-то участвуют все образовательные организации, где изучают хакасский язык. Значит, проводим, уже второй год мы провели межрегиональную олимпиаду по тюркским языкам и культуре. В этом году три региона участвовало, значит, это тоже, как бы, поддержка, значит, своего языка. Потом мы системно проводим конкурсы учителей хакасского языка и литературы. И у нас победители неплохо выступают на уровне России, там у нас всероссийский мастер-класс учителей родных языков, в том числе русских, проводится, где наши всегда становятся или победителями, или призерами. Вот это есть. И у нас еще есть распоряжение правительства, выделение субсидий на проведение кружков именно хакасских для поднятия вот этого направления. Культуру, традиции ежегодно выделяют субсидии муниципалитетам, общеобразовательным организациям. И то есть они организуют уже эти кружки на местах. Ну, в последнее время я нередко встречаюсь с тем, что люди не коренной национальности изучают хакасский язык. Вот как вы это оцениваете, это стремление? Да, это хорошее стремление. Мы только за, потому что вот детских, ну, имеется в дошкольных образовательных организациях, да, дети изучают не только дети коренной национальности, посещают кружки, да, и других национальностей. Их сегодня 1300 с чем-то детей. И это отрадно, когда они приходят домой, да, говорят уже, ну, как здороваться там, да, своим родителям говорят. Вот я научилась там, вот, говорить. Это же, это очень здорово, когда живешь в национальной республике, знать язык, основные хотя бы понятия, да. Да, мы только за, и не только дети, дошкольники изучают, и школьники изучают, и в том числе и родители других национальностей хотят знать язык. Ну что ж, спасибо, Юрий Гаврилович, за интересную беседу. Напомню, сегодня гость нашей студии был заместитель министра образования республики Хакассия Юрий Гаврилович Сагалаков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!